Сами день Джолчиев ежегодно в августе приходит в налоговый, чтобы оплатить налог на транспорт и землю. Мужчина считает это своей гражданской обязанностью и не откладывает счета на потом. Налог на транспорт и землю оплачивают ежегодно. Нас детство учили к порядку. Все нужно делать вовремя. Тем более налог нужно оплачивать своевременно. Он идет в госбюджет. От него зависят пенсионеры. Если вовремя не оплатить налоги, начисляются штрафы, пение, тогда придется двойне оплачивать. Зачем это нужно? Подробную информацию об уплате налогов можно получить в местных налоговых органах, а также в колл-центре ГНС по номеру 116 или на сайте www.st.gov.kg. На этом сайте также можно самостоятельно рассчитать сумму налога, воспользовавшись электронным калькулятором. Проверить задолженность по земельному налогу можно в личном кабинете налогоплательщика, обратиться в налоговую лично или направить запрос в налоговый орган. Ведомство проводит разъяснительные работы среди населения. Сейчас мы проводим разъяснительные работы среди населения по своевременной уплате налогов. Оповещаем через СМИ, работаем с МТУ города Бишкек, с квартальными. В WhatsApp-группе наши сотрудники, распределенные по районам, оповещают их о сроках уплаты налога. Налоговая служба призывает не откладывать исполнение обязательств на последний день, а уплатить налоги заранее. За несвоевременную уплату налога физическим лицам предусмотрен административный штраф в размере 1 тысяч сомов. Юридическим лицам – 5 тысяч сомов. Оплату нужно внести в течение следующей недели. 28, 29, 30, 31 числа являются нерабочими днями, выходными. Поэтому всех налогоплательщиков просим оплатить заранее, до 28 числа. Граждане могут выбрать удобный для себя способ оплатить налоги. Это можно сделать в кассах любого банка, почтовом отделении, а также через платежные терминалы, мобильный банкинг и интернет-банкинг через платежные карты и другие периферийные устройства, не посещая при этом налоговый орган.